Хороший быстрый интернет и качественная сотовая связь. Во вторник в региональном правительстве обсудили реализацию региональной государственной программы цифрового развития и информатизации. Задачей на текущий год и на период до 2030-го. Также в центре внимания было предоставление услуг жителям и цифровизация отраслей. Обо всем подробнее в первом материале выпуска. Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил в числе национальных целей развития страны до 2030-го года и на перспективу до 2036-го цифровую трансформацию государственного и муниципального управления экономики и социальной сферы. Предстоит завершить создание единых цифровых платформ и моделей управления в системе публичной власти, ключевых отраслях нашей экономики, социальной сферы, обеспечить инвестиции в сферу институционных технологий. Ключевое направление обеспечения устойчивого покрытия и доступа жителей к сотовой связи на всей территории Верхнего Ужья. Особенно это важно там, где есть точки производственной и экономической активности. Губернатор поставил задачи по цифровизации органов исполнительной власти. Эта работа должна быть в первую очередь направлена на повышение эффективности скорости принятия решений в интересах жителей региона, чтобы люди могли максимально оперативно получать необходимые им услуги. Благодаря развитию цифрового пространства в медицине, ЖКХ, образовании, культуре и других сферах. Все социально значимые государственные и муниципальные услуги в регионе должны предоставляться в электронной форме, в удобное для граждан время. Поставили задачи по формированию максимального сервиса цифровых услуг для таких направлений, как Минсемьи, здравоохранение, образование, спорт и культура. Особенно в сельской местности нам важно с помощью цифровизации устранить какую-либо дискриминацию по доступу к системам информации и связи. Задача поставлена цифровизация сервиса по выдаче школьной формы, спортивных организаций и культурных учреждений. Отметим, что на сегодняшний день на портале Госуслуг зарегистрировано почти миллион пользователей Верхней Волжии, которые с 2022 года получили более миллиона различных услуг. Игорь Рудене акцентировал, необходимо обеспечить развитие региональных порталов и сервисов, востребованных у жителей и гостей Верхней Волжья, туристических, социальных и других, а также цифровых возможностей МФЦ. Также для решения поставленных главой региона задач ведется работа по увеличению охвата территории Верхней Волжья, доступом к сети интернет и повышению качества связи, в том числе на автодорогах Верхней Волжья. Ключевые направления — федеральные трассы М9, М10 и М11, Р-132 «Золотое кольцо». Сотовые операторы в этом участвуют. Но чтобы сотовая связь была хорошего качества, порой необходимо выделение земельных участков, подведение электричества. В некоторых случаях требуется поддержка региональных органов власти. Тверская область, она отличается от многих других тем, что она выступила таким инициатором для того, чтобы приоритизировать участок трассы М9 для оснащения операторами связи. Сейчас мы чувствуем поддержку региональных властей. Более того, выделены были бюджетные ассигнования из регионального бюджета для того, чтобы создать комфортные условия размещения оборудования. Было озвучено, акцент в следующей государственной программе будет сделан на региональных автомобильных дорогах. А это скорее исключение для регионов Российской Федерации. Такие примеры тоже есть. Но Тверская область и здесь является в хорошем смысле пионером по реализации подобных проектов. В этом году планируется установить 41 базовую станцию для улучшения покрытия дорог качественной сотовой связью. Игородене отметил. Аналогичную работу следует вести и в пределах железных дорог, проходящих в регионе. Также в области реализуется программа устранения цифрового неравенства, которая продлена до 2030 года. С 2022 ею охвачено 16 тысяч жителей в 88 населенных пунктов. Кроме того, операторы за счет перераспределения несущих частот увеличили в два раза скорость передачи данных для пользователей полутора тысяч населенных пунктов. Укрепить региональные позиции в сфере информационных технологий позволит участие Верхневолжье в нацпроекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который формируется в рамках решения задач, обозначенных главой государства. Показатели и параметры нацпроекта будут дополнительно вынесены в отраслевую региональную госпрограмму.